Ну что, к делу. Тема сегодняшнего видео – упражнения на руки для фехтовальщиков. Самое важное для нас – это все-таки кисти и предплечья. На них и сосредоточимся. Подтягивания, штангу, гирю и прочие, несомненно, полезные вещи вы можете посмотреть в любом другом видео. Первый комплекс – разминочные. Их мы, как правило, делаем на бегу. После того, как вы немного разогрели плечи и шею, обычно выбрасываем руки в стороны, вращаем кисти. А вот упражнение после этого я вижу крайне редко. Сжимаем-разжимаем кулаки с полностью прямых пальцев. Важно сосредоточиться на двух вещах. Первое – выбрасывать пальцы как можно жестче, так как будто вы в глаз кому-то ткнуть хотите. А потом – стискивать кулак изо всех сил. Это нужно не чтобы перебрасывать оружие из руки в руку, а чтобы у нас было крепкое запястье, и мы держали клином в бою так, как надо. Второе упражнение – разминаем локти. Обычно, когда это делают, люди бегут, выставив руки в стороны, и просто разогревают сустав. Я предпочитаю уже здесь приучать новичков бить. Выставляете руку вперед и вращаете так, как будто вы бьете клинком. В одну сторону, потом в другую. В одну сторону, потом в другую. Следите за тем, чтобы, во-первых, рука двигалась четко, а не расхлябанно. По максимально короткой траектории практически прижимаете ее к себе. И не включайте плечи. Еще одно, последнее упражнение. Вообще, оно из бокса, но нам оно нужно с совсем другой целью. Сейчас объясню. Это приставные шаги с выбросом рук. Цель очень простая. Здесь не нужно сосредотачиваться на правильной стойке, положении рук и всем остальном. Всего одна вещь. Выпрямляете руку на постановку ноги. Понятно? Так же, как мы делаем с рубящими ударами, одновременно с постановкой ноги наносим атаку по голове противника, мы уже сейчас приучаемся на постановку ноги выпрямлять руку. Знакомьтесь, ваш новый друг. Резиновый бинт. Серьезно, это один из самых крутых тренажеров, какие у вас могут быть. Если у вас есть выбор, купить штангу или купить резиновый бинт, купите резиновый бинт. Помните второе видео про мульметы? Там, где все вот эти распрямления. Так вот, сейчас будем делать его полностью, но с одним дополнительным обстоятельством. Пропускаете бинт под локтем. Это важная штука. Если вы сделаете его вот здесь сверху, вы будете вынуждены давить в каждый удар, привыкнете к неправильной траектории нанесения. Поэтому снизу под локтем цепляем за рукоять, стискиваем покрепче. Лучше не привязывать, лучше стискивать, заодно будете учиться держать клинок и не терять его. Встаем, как минимум, натянув бинт и начинаем. Бьете по каждой известной вам траектории. Проходитесь по всему спектру ударов. От верхних до нижних и, в конце концов, выпады. И второй комплекс упражнений, который мы делаем с резиновым жгутом. Это вычистка защит. Если вы делаете все хорошо, у вас каждый блок встает в одну и ту же точку. Чем грешат новички? У них каждое следующее движение то выше, то ниже, то правее, то опустили кончик. И здесь вы берете жгут, ставите их к стене. И очень простое упражнение. Встаете в стойку, наносите удар, ставите определенную защиту, возвращаетесь в исходное. Наносите удар, ставите определенную защиту, возвращаетесь в исходное. Поскольку каждый раз для выполнения вам нужно с усилием, напрягая каждую мышцу руки, вернуть клинок в ту же точку, вам приходится концентрироваться на этом, и мозг гораздо быстрее запоминает правильное положение клинка. Да, конечно, он проклянет каждый раз после десятого. Сделайте раз 110, и после этого вы будете ненавидеть защиту, но ставите ее с закрытыми глазами. Я не стал брать много упражнений, только самые важные. Но те, которые есть, давно стали обязательной частью нашей тренировки. Попробуйте делать их хотя бы месяц. Вы сами увидите результат. Ну что я могу сказать? Хорошее фехтование в ваших руках. Дерзайте!